Славянская мифология Практически не претерпели никаких изменений Что же нынче мы можем сказать о Лешем? Это то, что даже сегодня абсолютно разные люди Постоянно выдают невероятные рассказы О виданном имя этого хозяина леса Встречи в большинстве своем проходят по общим, немногочисленным сценариям Однако облик, поведение и даже пол Лешего часто разнится Все это наводит на мысль, что хозяин леса может также отличаться от другого Как и обычный человек от иного представителя своего же вида Это, к слову, может объяснить разницу лесов Какие-то светлые и доброжелательные Какие-то темные и непроходимые Все зависит от хозяина При учете этого обстоятельства Не вижу смысла долго углубляться в его описание Поскольку их очень много И перечислению можно было посвятить отдельный ролик Отмечу лишь, что самый распространенный облик Это мужичок, кой при всей своей человечности Имеет нечеловеческие черты Разных возрастов Имеет синюю кровь Что делает его внешность еще более странной И, наконец, все, что на нем одето Все, как правило, наоборот Опять же Это лишь одно из самых распространенных описаний Часто говорится Что он по своему желанию Может изменять свой рост Или обращаться в зверя Становиться невидимым Или пребывать в облике обыкновенного человека Леший, неоспоримый хозяин леса Один ли он в лесу Или с кем-то делит свои владения Смогла бы, наверное, сказать Величина его обитания Какие-то источники гласят Что он только один на весь лес Какие-то Что их может быть несколько Опять же с учетом величины леса На той территории, на кой он властвует Все звери, птицы и другая живность Принадлежат ему Говорят, что когда происходит массовая эмиграция животных Это не что иное Как один леший проиграл Или проспорил другому эту самую живность Где-то считалось, что зимами леший Впадал в долгую спячку В большинстве своем он известен как одиночка Но, судя по всему Он не всегда рад такой своей роли Известно, что его женой могла быть некая лесовиха Но чаще указывается на его похищение селянок Девок, женщин, а порой и детей В каких-то источниках говорится Что женщины, становясь ему супружницами Даже могли рожать ему детей сами В каких-то утверждалось, что нет И именно поэтому он так много похищал чад Чтобы хоть как-то создать подобие обычной семьи В любом случае, те, кто возвращались Или кого находили после похищения Никто никогда не жаловался на его дурное обращение Даже напротив, многие указывали на его заботу И теплоту к похищенному Несмотря на это, лешего также частенько позиционировали Как не слишком доброжелательного хозяина Не раз случалось, что он пугал людей Водил кругами Реже доводил до безумия И даже убивал Все в зависимости от настроения лешего Или от самого человека И его действий как в лесу, так и в жизни Даже существовало некое поверие О том, что дом – это свое, а лес – чужое Всегда считалось, что в лесу обитало много Всякой темной твари Потому к лесам всегда относились с опаской И очень осторожно При этом находится свидетельство Что пастуки заключали с лешим договоренности О том, что волки, кои принадлежат лешему В данных владениях, не грызли скот А если лешего еще и всячески задавривать Теми угощениями, кои не найдешь в лесу Он еще и будет просто помогать Точно неизвестно, смертные ли лесные хозяева Или так же, как и многие твари Живут вечно Мнения расходятся Кто-то говорит, что они так же смертны, как и обычные люди Кто-то, что лешие умирают не от времени, но от убийства Но самые распространенные версии Что все же они просто так не умирают Бывает, что когда лешие устают от своей службы Они готовят себе замену в лице своих или чужих детей А после обращаются в нечто вроде дерева и засыпают С прихону христианства, так же, как и домовой Леший получил свою историю попадания на землю в качестве нечисти Христиане верили, что когда лезуфер пал Какие-то ангелы с ним попали в преисподнюю А какие-то на землю И вот те из них, кто попал на землю в дома, стали называться домовыми Кто в воду нареклись водяными И в лес получили ими лесные, что переросло в лешие В любом случае, что с водяными, что с домовыми У лешего, как правило, не складывались отношения Бывало, они боролись за территории Бывало и вовсе, пытались друг друга умертвить Но, как правило, побеждал тот, на чьей территории происходила битва Если они не пересекали границ, то все, как правило, заканчивалось ничьей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok